Всех приветствую! Вы зашли на канал Заметки Механика. Приятного просмотра и жду вас снова. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Вы частенько спрашиваете в комментариях, какой химией я пользуюсь. Мажу, что чем обрабатываю. Вот для себя я нашел лучшее предложение на рынке. Это мое мнение. Поэтому я в этом видео вам расскажу некоторые нюансы применения этой химии. И как всегда ссылочку оставлю в описании. Переходите там. Очень вкусная цена этой химии. Всегда в доступе. Всегда в наличии. Мне очень понравилась эта химия. И поэтому я сейчас постепенно перехожу именно на эту линейку. Потому что качество, цена, все обалденно. Меня все устраивает. Поэтому в этом видео вы увидите некоторые применения этой химии. Эта химия пригодится не только в автосервисах, но и в своей мастерской, в своем гараже. Потому что все доступно, все всегда в наличии. Рекомендую. Наш гольф GTI. Пушка-гонка. Вернулся. Будем обслуживать. Ну а сейчас будет магия. Этот гольф будет превращаться в другого гольфа. А теперь гольф превратился вот в такую тачку. Пушку-гонку на ручке GTI. Красава. Американец. Красота. Салон с такой красной строчкой. Рульф, GTI и все дела. Кстати, ручку я уже поменял на оригинальную. Стоял не оригинал КПП. Болт такой шар для боулинга. Я бы его назвал, а не для бильярда. И его поменял. Начался сезон переобувки. И наш гольф превращается немножко в Audi. Колеса ставим с Allroad. Как меня поправил мой коллега, второй специалист, Егор. Все-таки не Allroad, а с B8. С седана колеса. Ну, стали прям впритык. Прям вот тютелька в тютельку. Заднее левое колесо. Все откручено. Но оно у нас прикипело. Сниматься не снимается. А ну, сбивай, Егор. Вот, вот, вот. А чтобы этого не происходило, нужно зачищать посадочное место на ступице. Также и на диске. И привалочную плоскость тормозного диска. Ну, той же ступицы. И обрабатывать. А вот обрабатывать, покажу чем. Вот в диске это тоже надо все зачищать. Очищать. Ступица и посадочное место зачищено. И вот мы используем. Мы будем экспериментировать. Так как машина обслуживается у нас. Мы возьмем алюминиевую смазку. Обслужим задние два колеса. И возьмем медную. И обслужим переднюю ось. Главное встряхнуть баллон. И тонким слоем. Не надо прям заливать. Блин, ложится как краска. Классно. Не растекается. Тонким слоем залили. Все. И устанавливаете колесо. И не будет прилипать. Все то же самое проделываем с передней осью. Вот тут даже видно медная смазка на ступице. Между диском и ступицей. Но мы сейчас зачистим. И обработаем всю поверхность медной смазкой. Так как это передняя ось. Ну а теперь наносим равномерным слоем. Надо уже болтать. Даже если попадаем в резьбу. Это даже плюс. О, она не растекается. Классно. Тут я немножко борщану. Хотя нет. Отлично. Во. Главное не борщите со слоем. Потому что если перьи борщить здесь, от этого будет только хуже. Во. Класс. Эксперимент удался. Результаты мы увидим весной. Зад у нас на алюминиевой смазке. Перед у нас на медной смазке. Устал Кузьмич диагностировать машины. Прилег отдохнуть. А в это время процесс происходит дальше. Извини Кузьмич, потревожил тебя. А6-C5 Allroad. Все как мы любим. Мы их разбираем. Мы их привозим с Японии. У нас есть запчасти. Много чего есть в наличии. 2,7 Битурбо. Машину привезли на эвакуаторе. Машина не запускается. Машина. Севший аккумулятор. Не открывается. Ничего. Только с личинки. И то водительская дверь. Все. Нужно сначала... А, еще у нас закрыт капот. Нужно вскрыть капот. Потому что тросик где-то оборвался. Оборвался скорее всего у замка. Там уже решетку пытались снимать. Еще что-то проблемы какие-то с зарядкой. Это разберемся. Скрывать будем капот снизу. Залазить снизу. Нужно что-то взять длинное. Нажать на язычок замка капота. И он откроется. По идее. Но это все легко на словах. Попробуем. Посмотрим. Еще у нас жалобы на гидроусилитель. Что-то с ним не то. Посмотрим. Но сначала нам нужно вскрыть капот. Зарядить аккумулятор. Посмотреть что с зарядкой. Разобраться. Еще одна такая специфическая просьба клиента. Машина дымит. Убрать самым бюджетным способом дым. Тоже посмотрим. Может ВКГ тут залипшая. Приступаем к вскрытию капота. И да. Через решетку ничего вам не даст вскрыть капот. Потому что замок вся безопасность. Замок прикручен с другой стороны изнутри. И тут ничего не даст. Поэтому решетку можно не снимать. Не тратьте время. Капот вскрыл. Ну как и предполагал. Тросик слетел вот здесь. Снизу долез до этой собачки. Надавил на нее. И открыл. Отсюда никак не долезешь. Тут ниша безопасности. Так. Гидроусилитель. Что у нас здесь? Масло есть. Присутствует. Это хорошо. Антифриз у нас не присутствует. Там грязь. У нас течет по трубок печки. С правой стороны аккумулятор разряжен в ноль. Сейчас мы на зарядке. Кузьмич прошел куда-то там по своим делам. У него тут есть свой ход в морг. Смотрим дальше. Сейчас немножко аккумулятор зарядится. Посмотрим что с зарядкой. Скорее всего зарядки нету. Почему аккумулятор сел? Либо его высадило в ноль потребление левое какое-то. Утечка тока. Ну тоже возможно. Тоже проверим. Ну вот и подтверждение моих слов. Течет антифриз. Течет антифриз. Вот. Вот капельки. Тут все в масле. Ну в принципе это нормально. Это еще не криминально. А вот она. Причина отсутствия зарядки. Вот. Так видно. Тут где-то уже кто-то был. Непонятно. Надо восстановить фишку. И соединить все это. Сейчас это и сделаем. Старая фишка на генератор. Тут кто-то пытался что-то ремонтировать. Заклеили термоклеем наверное. Или чем-то. Или герметиком. Термоклей скорее всего. Запаялись скорее всего. Прям в самой фишке. Так вот сделали. Тут был плохой контакт. Все кисленно видно. Ну теперь стоит новая штатная. Даже синий проводок. От штатной проводки обрезал. Соединил. Все как положено. Еще закрепил плюсовой провод. Он тут болтался. Спаял. Все красиво. Теперь нужно проверить. Генератор выдает зарядку или нет. Но это после как зарядится аккумулятор. Аккумулятор у нас практически мертвый. Еще классная вещь. Хочу похвастаться. Мне подарили газовый паяльник на день рождения. Очень обалденная вещь. Классно. Мобильно. Раз пришел подпаялся. Главное следить за выходом горячего воздуха. А то можно пожечь еще. Вокруг все. Паяльник газовый. Мотор запустил. Мотор запустил. Зарядка у нас в норме. Проверил на аккумуляторе в норме. Но аккумулятор умер. Только спуска зарядного. Машина запускается. Еще у нас зубная щетка плывет по волнам на приборке. У нас означает то, что у нас нет охлаждающей жидкости. У нас течет патрубок печки. Об этом я уже говорил. Гидроусилитель. Не работает. Очень проблематично крутить руль. Масло очень грязное. Я бы начал с промывки масла. Промыть маслом. Если все отлично. То еще потом через время поменять. Если не поможет. То уже замена гидроусилителя. Ну не работает. Не хочет. Еще немножко полазил тут в фарах. Потому что периодически ближний свет отключается. Ксенон. Подогнул контакты на лампе. Вот так лампа выглядит. И на ответной части я подогнул контакты. Все. Лампы работают. Все отлично. Ближний свет. Но если заглушить мотор. Мы его не запустим. Так как у нас умер аккумулятор. Аккумулятор у нас уже все. Он еще не закреплен. Прикольно. Надо начинать разбираться с гидроусилителем. Жидкость в гидроусилителе ужасная. Ужасная. Промываем систему ГУР. Жидкость. Пролил. Отмываю бачок. Хочу поделиться с вами. Вот очиститель тормозов. Блин. Моет. Класс. Давление такое в баллоне. Вообще. Вымывает на раз. Все. Это он просто грязь смывает. А представлю. Я не представляю, что он еще сделает с тормозами. Он их тоже вычистит. Классно. Рекомендую. Мне понравился. Есть еще дозировка. Кстати. На разлив. В ручную помпу. Тоже обалденно. Бачок ГУР стал как новый. Вымывает вообще. Даже залежавшаяся. Вымыл все. Напор такой, что вымывает капитально. Красота. Сейчас заливаем новую жидкость. Мы промыли. Заливаем, пробуем, греем. Оживет ли ГУР или нет? Делайте ваши ставки, господа. Гидроусилитель. Сказал, оживать не буду. Еле вращаю. Промывка системы гидроусилителя не помогла. Патрубки печки переплотнил. Пришлось немножко повозиться. Так как разъем здесь на патрубке пластиковый. Который защелкивается. И его съело время. Пластик развалился. Вот он хрупкий стал. Благо у меня был такой отвод. Пластиковый уголок. Я просто-напросто поменял отвод. Патрубок-то резинка целая. Переуплотнил один и второй. Все нормально. Охлаждающую жидкость залил. Проверил под давлением. Все отлично. Теперь вопрос у нас с ГУРом. Как Вольво поживает, Кузьмич? Нормально все? Надо тебя искупать, да? Вымыть тебя, вычесать. Ух ты линяешь. Куда ж ты так линяешь, а? Помните, Мерседес, я собирался менять турбинку? Я ее поменял. Об этом сейчас расскажу. На Мерседесе сальник поменял. Сальник более новой ревизии. Получается со сливами дополнительными. Интересно. И все номера, как обычно, запиленные. Старый сальник. Такую форму имел. Теперь новый сальник. Еще переуплотнил вот эту крышку. Тут баланс вал тоже подцепливало. Красота какая приехала. Красиво все. Все везде так сварено. Прикольно. Блестит. Новый оригинал. Вот там вот вторая трубочка. Которая потом отвалится. Ну, на пробеге 300 тысяч суждено, в принципе, отвалиться. Ну, красиво. Красиво придумали. Блин, неужели литье чугуна дороже, чем вот это исполнение? Ну, скорее всего, да. Как Новый год. Подарки, подарки, подарки. Только не мне, а машине. И не моей, а клиента. Но все равно радуюсь тоже, как на Новый год. Красота. Тут, конечно, он присрали. Ну, ничего. Главное, отверстия совпадают. Сейчас на новой прокладке все поставим. Коробочка уже стоит. Соберем турбинку и запуск. Установлена ВКГ новая. Плюс еще даже переходник ВКГ новый. Вот такой патрубок. Тоже новый поставили. Блин, стал собирать все отлично. Коллектора, все красота. Блин, ну впуск разлетелся, разломался пластик. Замотали изолентой под ответственность клиента. Ему надо ехать. Вот так это все выглядит. Оригинальная изолента Mercedes почти. Ну, вроде замотал. Сейчас попробую установить обратно. Будем смотреть. А так пластик полопался от старости. И будет подсос. Так хоть изолента спасет чуть-чуть. Наш колхоз все-таки заменили. Владелец нашел патрубок. Новый впуска. Правда, корейский какой-то неизвестно. Не оригинал. Оригинал стоит дорого. Вот были установлены расходомеры в нем. Мы установили оригинальный. Сняли. А это осталось у нас. Но это выбросится. Потому что уже непригодно к использованию. Нашел. Еще мы тут с владельцем раскрутили турбинку. Увидели, что тут в некоторых местах есть следы по крыльчатке геометрии попадало. Мы кусочки же доставали. Ну, вот так. В целом, так турбинка более-менее живая. Вот это, конечно, стремно. Коллектора заменил. ВКГ тоже поменял. Все, поменял. Все. Масло уровень в коробке выставили. И отпустил клиента. Все. К Мерседесу возвращаться мы уже не будем с этими проблемами. Вы думали, что я забуду вам показать, как я заменил гур? Не тут-то было. Вот я его достал. Вот здесь он стоит. Есть некоторые нюансы, о которых хочется рассказать. Есть болтик, который крепит кронштейн гура. И он здесь находится. И чтобы до него долезть, вот тут пальчик мой видно, чтобы до него долезть, нужно немножко подразобрать воздуховоды. Залезть. Открутить гур. Открутить кронштейн. Вот это тут болтик стоит. Сейчас кронштейн почищу. И новый гур установим на место. Всего-то на все. Сколько тут? Десяток болтов. И будет гидроусилитель у нас работать. Так, чистим кронштейн. Устанавливаем новый гур. Кронштейн отчистил. Гидроусилитель. Сам насос закрутил. Прикрутил. Все. Теперь можно устанавливать. А еще помните, была жалоба клиента на дымление машин. Нашли самый бюджетный способ. Стабилизатор вязкости масла. Но это получится клиенту в багажник. И он сам нальет, когда захочет. Вот так вот борются. Это не наши методы, кстати. Не наши. Устанавливая насос, снял так, что даже масло не протекло практически. И пробуем. Заливаем жидкость. И пробуем, а живет ли наш руль или нет. Гидроусилитель заработал. Только надо было еще мыть жидкость. Потому что в рейке очень много грязи залежалось. И теперь можно двумя пальчиками. Еще у нас АБС зарелось. Потому что у нас аккумулятор севший. И запускаем все время с бустера. О, теперь можно крутить. Отлично. Работает. Еще один С5 победили. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok